Долгожданное ралли «Шелковый путь» на дагестанских дорогах. Международный этап в регионе проходит впервые. Масштабное событие принял Ногайский район. Ралли-марафон проходит 10 дней со стартом в Астрахани и финишем в Москве. За это время участники масштабного заезда должны преодолеть дистанцию в 4,5 тысячи километров. Как все проходит, увидели сотни людей и наши корреспонденты. Яркие подробности у Владимира Уразакаева. Впервые в Дагестане проходит международный этап ралли «Шелковый путь». Здесь собрались 80 экипажей из 20 стран мира. Сегодня опыты спортсменов проверят на прочность дагестанские степи. Две тысячи лет назад по этой степи шли медленно караваны, набитые шелком. Сейчас же здесь проносятся лучшие в мире гонщики по бездорожью. Они решили проверить себя и пройти торговый маршрут древности. Старт гонки был дан в Астрахани. Финишируют спортсмены в Москве. Вот только до финиша доберутся не все, только самые опытные гонщики и надежная автомототехника. Промежуточной точкой в их маршруте стал Дагестан. Здесь автомобилицы заправляют своих железных коней и подкрепляются сами. Когда ветер сильный дует, вот это самое сложное. Мы вот так вот едем на мотоцикл. А где сильнее всего дул ветер? Ну да, километра 20 назад дул так, вот так. Там такая другая планета, там пустыня. Вообще переметает песком. Ветер, песок и почти 40 градусная жара. Плюс ко всему специальная одежда, которая защищает автогонщиков от травм и возгорания. Авторалли отлично подойдет тем, кто собирается скинуть лишний вес. У вас обмундирование, в нем, наверное, жарко. Много веса скидываете за гонку? Килограмм пять, минимум. Камазы, внедорожники, баги, мотоциклы и квадроциклы. Какое транспортное средство самое надежное, станет ясно только в конце пути. Сложнее всего в ралли-марафоне приходится гонщикам-одиночкам. Им приходится полагаться только на себя и на свой транспорт. Вот на таком квадроцикле участнику предстоит преодолеть 4,5 тысячи километров. Сидеть здесь довольно-таки удобно, но ехать 10 суток подряд я бы точно не смог. В заезде участвуют и девушки. Они на скаку и кардан поменяют, и в горящем авто проедутся. Жарко, неудобно, песок, ветер. А что делать? Гонка. В следующий раз будем плакать. Да, мы можем почти заплакать, но это дело мало поможет. Мальчиков не просите помочь? Нет, мальчиков, они торопятся. Такое автошоу жители Ногайского района на своей земле видят впервые. Их здесь сотни. Они говорят, что даже палящее солнце и сильный ветер им не помеха. Ну все машины крутые. Мы решили участвовать в ралли в следующий раз, да, Жабагдаш? Да. У нас никогда не было ралли. Мы первый раз. Правда, чуть-чуть погода подвела. А так все хорошо. Такое первый раз. Велосипедисты проезжали, а эти КамАЗы, маленькие машины и так далее нет. Я именно любитель автотранспортного средства, и мне понравилось все тут. КамАЗы, например. Вот машины, которые там стоят, хаммеры. Машина очень классная, красивая. Спасибо. Какие машины больше запомнились? Ну вот желтые, еще квадроцикл мы сейчас увидели. Дети захотели сфоткаться. Участники ралли двинулись в Чеченскую республику. Там у них промежуточный финиш, после чего Автомонстры отправятся дальше в сторону Москвы. Ралли «Шелковый путь» больше, чем приключения. Владимир Урозакаев, Эмирот Тивалиев, Саид Кутиев, Камила Раджабова. Время новостей. Ногайский район.